Всем огромный привет! Поговорим сегодня о влогах канала Лена Лай. Спасибо всем, кто ставит лайки, пишет комментарии, подписывается на канал. Ну, а Лена заказала себе костюмчик. Какая-то футболочка и шортики. Я когда увидела длину этих самых шортиков, я подумала, что девочке Леночке 46 годиков. Сразу почему-то вспомнилась песенка. У таракана усики, у мальчугана трусики. Так вот, эти самые шортики, да, они были практически как трусики. И я когда представила вот это вот дело на Лене, на её телесах, да, думаю, эти шортики, эти трусики, они просто потеряются на теле Лены. Ну и вообще, как ей в голову пришла эта светлая мысль заказать себе костюм именно такого фасона? И хочу сказать больше, она себе заказала два костюма. Вот один сейчас пришёл, а второй будет чуть позже. И оба каких-то светлых тонов. Ну да, что сказать? Я прям не знаю. Хотя, вы знаете, Лена говорит, вот этот костюм удачного. Подчёркивает достоинства и скрывает недостатки. Думаю, Лена, ну разве можно такие коротенькие шортики носить? И говорить при этом, что эти шортики подчёркивают твои достоинства. Как по мне, так твои ноги надо прятать. Как в том фильме. Прятать под Макси. А ты наоборот. Их открываешь тем, что ты носишь мини. Ну, не знаю. Возможно, Лена считает, что у неё очень красивые ноги. Возможно. Возможно, Лена видит себя сквозь призму фильтров. И считает себя, ну, не худенькой. Но, тем не менее, более-менее нормальных таких габаритов. Будем так говорить. И поэтому она не вполне осознаёт, что всё-таки костюмы такого плана ей носить лучше не надо. Но, опять же, это Лена. И, как мы помним, она всё любит укорачивать. Какие-то сарафанчики она всегда в Турции укорачивала. Помните? А вслед за ней и Оксана. И теперь вот тоже я очень надеюсь на то, что она не укоротит эти самые шортики. Потому как-то она уже некуда укорачивать. Но, опять же, это Лена. Возможно, Лена эти шортики тоже укоротит. Как раз скоро, я так понимаю, она собирается в Турцию. А там вот есть так называемые бабушки. Именно так Лена и Оксана назвали тех женщин, которые работают в ателье в швейном. Бабушки. Хотя, в принципе, эти женщины плюс-минус лет Оксаны и Лены. Они всех называют бабушками. Но только ни в коем случае не себя. Что вы? Они-то себя видят сквозь призму фильтров. Молодые, озорные, поворотливые. И оказывается, Лена не просто так нам стала говорить про этот самый костюмчик. Оказывается, её все спрашивают, когда Лена свои рецепты на кухне снимает. Думаю, это как? Когда Лена на кухне снимает свои рецепты, по словам Лена, тогда все интересуются, что на Лене надето. Я бы, вы знаете, поинтересовалась бы, а где Лена берёт такие рецепты? Конечно, если речь заходит о кухне, о готовке, как-то вот обращаешь внимание именно на готовку. И, кстати говоря, было бы очень здорово узнать действительно, где Лена берёт такие странные рецепты. Ну вот где она их берёт? Вот этот самый завтрак, например, да, который она готовила. У неё яичница с сыром. Ну, мы к этому уже потихонечку привыкаем, да. А пару дней назад у неё была яичница с хлебом. А ещё чуть раньше у неё было мороженое с жареной картошкой. Ну вот как-то, да, странное такое сочетание. Иногда вот думаешь, а не беременна ли Лена? Случайно. Потом как очень странные какие-то у неё вкусовые пристрастия. Или вот она намешала гречку с грибами. Прям так вот всё в одной какой-то посуде не смешала. Говорит, ешьте. То есть, у неё была подлива какая-то грибная, соус какой-то грибной и гречка. Но, тем не менее, Лена посчитала, что их соединить надо сразу. И уже вот такую вот мешанину подавать к столу. Вот это бы нам Лена рассказала. Где она берёт такие вот рецепты странные. А то, как она одета, ну, это уже второй вопрос. Правда ведь? Рассказывает нам Лена про фильм, который вот она смотрела. Он очень её впечатлил. Фильм «Нежность». Даже не фильм, а сериал. И я вот так её слушаю, слушаю, думаю, ну, значит, Лене всё-таки не хватает большой любви. Ей не хватает каких-то новых впечатлений. Ей не хватает нежности в жизни. Она очень долго говорила про этот сериал. Очень долго. Но потом, правда, она говорила, говорит, вот о чём мне, мол, ещё говорить. Вот что я смотрю, то я, мол, и могу пересказать. А смотрит она сериал. Ну, нормально, так значит, у неё времени, валом. Очень много времени для того, чтобы смотреть сериалы. Ну да, понятное дело, Ваня, она особо-то не занимается. Ни его учёбой, ни его воспитанием. И, кстати говоря, это наглядно видно. Очень заметно это. Почему? Потому как Ваня ведёт себя, конечно, безобразно. Очень плохо себя ведёт. Во всех влогах Лены, да, мы это наблюдаем. С одной стороны. С другой стороны, всё это с подачи Лены, да. Вот, например, Лена купила Твикс. Была в магазине, купила Твикс. Но это так, забегая вперёд, могу сказать. Ваня, конечно, тут же выхватил из груды покупок со стола этот самый Твикс. Твикс. Ну, а Лена, что ему сказала? Ваня, уйди нафиг. Ну, вот как-то так. А потом мы хотим от ребёнка, чтобы ребёнок как-то иначе выражался. Чтобы ребёнок не посылал Лену по известному адресу. Чтобы он её не называл, ну, например, дурой. Да, вот как это было пару влогов назад. Ну, нет, конечно. Он это будет всё делать. Поэтому как с ним Лена также общается. И Ваня считает, что это всё в норме вещей. Говорит Лена, Ваня, потанцуй. Ваня стал танцевать. Из стороны в сторону двигаться. Как-то прыгать из стороны в сторону. Потом он как-то ещё более странные движения стал выполнять. Он танцевал. И этот танец напоминал мне выпады фехтовальщика вперёд. Прям вот её руки вперёд притягивал как-то. И как-то вот он прыгал вперёд как-то странно. Ну, да, это ужас, конечно. Это какой-то кошмар. И да, Лена это всё с удовольствием снимает. Хотя, в принципе, она уже даже канал переименовал. Если раньше он назывался Лена и Ваня Лайф, то теперь просто Лена Лайф. Почему? Потому как она сказала, что Ваня не хочет показывать. И теперь что? Даже просит его, потанцуй, Ваня. Чтоб все видели, как ты здорово танцуешь. Ну и так далее. В общем, она, да, пилит контент на своём ребёнке. И это не есть хорошо. Но это и так отвлеклась. Это было лирическое отступление. А пока вот Лена и Оксана едут на работу. Оксана, понятное дело, заехала за Леной. Я когда увидела Оксану, думаю, ну что такое с ней? Ну, во-первых, мне очень хотелось бы увидеть, где у Оксаны волосы до пояса. Да-да, те самые роскошные волосы до пояса, о которых нам вещала Лена на своём стриме. Вот опять же, Лена врёт и не краснеет. Ну, прекрасно же знает и понимает, что это можно легко проверить. Во-вторых, все знают, что у Оксаны нет волос такой длины. Да, ниже плечей, но не более того. Но нет, у Оксаны роскошные волосы до пояса, говорила нам Лена. Помните? Ну, ага. Ой, теперь вот эти вот волосы роскошные у Оксаны собраны в хвост. Какая-то такая вот объёмная большая белая резинка. Ну, детский сад, вот честное слово. И чёлка. Чёлка – это отдельная история. Чёлка у неё выстрижена как-то странно. С одной стороны чёлка есть, а с другой стороны лба чёлки нет. И это очень хорошо вот сейчас было видно с этого ракурса, с которого нам Лена показала Оксану. Опять же, Лена Оксану показывает. И, как правило, в невыгодном свете. А Оксана Лену никогда. А Лена ещё с издёвкой говорит, Оксана у нас красивая, с серёжечками. Ну да, ну да, красивая с серёжечками. С сергами, как сказала бы Оксана. Ну, а дальше сестрички. Сестрички, они решили поговорить о своих планах. И Лена говорит, на следующую неделю мы на садовод. Думаю, это как, на всю неделю или как понять вас? На следующую неделю. Может быть, на следующей неделе? Ну, нет, видите, девочки, девочки решили, наверное, жить всю неделю на садоводе. Если я правильно поняла, они особо не собираются больше торговать одеждой. Для чего они на садовод едут? Ну, может быть, себе что-то прикупить. Но, опять же, себе они предпочитают брать что-то в бутиках. В каких-то фирменных магазинчиках. А садовод, ну, честное слово, не знаю, зачем они туда едут. Да ещё и на целую неделю. Ну, а Лена, как выяснилось, в целях собственной безопасности, как она выразилась, не будет рассказывать о том, что она собирается делать. Представляете, о своих планах не будет рассказывать. Что случилось? Кто там Лену так сильно донимает, что прямо в целях собственной безопасности? Буду молчать. Ну, вообще тогда не снимай в логе, Лен. Ты нам не расскажешь, чем ты собираешься заниматься, но, я так понимаю, покажешь через какое-то время. Ну, тоже так себе, конечно, идея была не рассказывать. Ну, с одной стороны. С другой стороны, интрига. Я зашла Лена в магазинчик по дороге домой уже с работы, когда она шла. И говорит, вот, я поднасаживаюсь на продукты определённые. Ну, как правило, это сладкие какие-то трубочки со сгущёнкой и так далее. В общем, все неполезности. Напомню, Лена собирается худеть. Ну, да, как раз нашла время и место, Лена, для того, чтобы поднасесть на какие-то сладкие продукты. Почему не сказать подсесть? Так говорят, я подсел на фильм какой-то, да, на сериал. Я подсел на определённый там продукт, ну и так далее. Нет, надо следовать примеру Лены и поднасаживаться. Ну, и вечером, конечно, Лена говорит нам о том, что полуторачасовая у неё пробежка, хотелось сказать. Ну, нет, ходьба. Ну, Лена полторачаса ходит ходить. И это она нам сказала в одном влоге. В следующем влоге Лена уже сказала, что видео будет монтироваться 40-50 минут. И за это время Лена сходит походить. Думаю, так полторачаса или 40-50 минут. Всё-таки разница есть, да, возможно, небольшая, но она есть. Но, видите как, Лена, то ли она забыла, что она говорила, то ли на самом деле вообще никуда не ходит, ни на какие прогулки. Поэтому ей всё равно, какой период времени обозначить. Всё может быть. Это Лена. А ещё выяснилось, что она всегда спит в наушниках. Ну, интересно, конечно. Очень интересно. Во-первых, это вредно, насколько я понимаю. Во-вторых, как Лена сама вам говорила, она просыпается от того, что какие-то там аффирмации или медитации закончились и начались другие аффирмации медитации. Соответственно, меняется и голос автора этих самых медитаций, и тембр меняется. Всё меняется. Абсолютно Лена просыпается. Ну, разве это сон? И если был бы Андрей рядом, то вряд ли бы она спала бы в наушниках. Вряд ли бы она смотрела фильмы до одурения. Вряд ли бы она смотрела какие-то там сериалы. Поэтому, да, скорее всего, всё-таки Андрея нет в её жизни. Но, тем не менее, Лена собирается купить ему какой-то подарок. И два блога подряд она говорит о том, что вот у супруга день рождения, и надо ему что-то придумать в подарок. Ходит она по всяким магазинчикам, пока ничего ему подобрать не может. Ты понимаешь, что-то из одежды Лена ему ищет. Ну, что ж, посмотрим, что найдёт. Интересно, а будет ли Лена показывать день рождения Андрея? Как они отмечали? Где они отмечали? Ну, пусть Андрей не показывает. Ну, хотя бы там обозначить его присутствие каким-то образом можно было бы, да, на этом празднике. Просто интересно, покажет ли нам Лена это. В конце концов, какой-никакой это контент. Ну, и следующий день. Яичница на завтрак, говорит Лена. Опять же яичница с сыром. В общем, всё как Лена любит. И правильно вы мне написали в телеграм-чате, который посвящён Лене и Оксане. Взяла Лена два яйца, намочила их под строй воды проточной, якобы помыла. Думаю, ну ладно, помыла, как помыла уже. Значит, взяла она два яйца, на сковородке оказалось четыре яйца. Думаю, окей, посмотрим, что будет дальше. Какие там метаморфозы с яйцами дальше будут. А дальше на тарелке уже два яйца. Два, четыре, два. Думаю, ну вот как так. Ну, правильно, ведь Лена осваивает чудеса монтажа. Помните, она говорила даже о том, что ходила на какие-то курсы платные, которые посвящены монтажу, фотографии, видео и так далее. Так что да, возможно, это вот один из её монтажных каких-то там приёмов. Снова нам Лена рассказывает про какой-то там сериал. И говорит, вот, была какая-то критическая ситуация у героя сериала в жизни. И вся жизнь этого героя пролетела между глазами. Почему между глазами, Лена? Перед глазами. Как скажет Лена что-то. Ну, а потом Лена зашла в магазин. Понятное дело, она не поехала на садовод искать Ване куртку. Как я уже говорила, действительно, Лена ищет для себя и для членов своей семьи вещи получше. И, конечно же, говорит, вот, надо, чтобы Ваня был рядом, чтобы он примерил эту ветровку. Всё, никак Лена не может найти ветровку подходящего размера для Вани. И вы знаете, он говорит, примерила, она так прикидывала на себя эту куртку, но Лене не сошлась. Это ветровка, мол, на Ваню тоже не сойдётся. Ну, вот это да. Ладно, бог с ней, с Леной, да, всё-таки женщина, не девочка, он 46 лет уже как-то, да. Возможно, полнота, это нормально, да, ну, почему бы и нет. Но Ваня, чтобы был бы таких же размеров, как и женщина 46-летняя, Ваня четвероклассник, ну, знаете как, это, по-моему, уже за гранью. А что с ним будет, когда ему будет 46 лет, вообще страшно даже представить. Ну, ничего, надеемся, что он израстётся, да. Ведь ярые поклонники канала Лена Лайф, они считают, что Ваня израстётся. Но пока он израстается только шире. Вот таким получился у меня обзор влогов канала Лена Лайф. Если он вам понравился, ставьте лайки. Если нет, ставьте дизлайки. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока.